Глава государства всегда держит руку на пульсе жизни молодежи, уделяя особое внимание проведению их досуга, привлечению к массовому спорту, мерам, направленным на выявление и поддержку талантливой молодежи. Они, в свою очередь, стараясь оправдать высокое доверие, стараются проявить себя, завоевать медали, почетные звания или награды. Один из примеров – 18-й международный турнир по мини-футболу, прошедший 12-15 мая текущего года в Санкт-Петербурге, в ходе которого сборная команда воспитанников домов Михрибонлик, столицы и города Черчака, одержали первенство. Честь Узбекистана на этом турнире достойно защитила сборная команда из числа воспитанников домов Михрибонлик. В первый день соревнований юные спортсмены обыграли Кировск, Тамбов и Санкт-Петербург и вышли в полуфинал. 4-1. С таким счетом наши футболисты одолели в одной-второй своего соперника. А вот в основное время матча уже за главный трофей с командой «Курск» победителя не определили. И все решила серия пенальти, где наши юноши одержали верх со счетом 5-4. Звуки национального гимна Республики Узбекистан придали особую атмосферу. Чувство гордости и патриотизма переполняло всех болельщиков нашей сборной. Узбекистан! Узбекистан! Финал очень сложный был. Мы на ночь сыграли. И вот потом 15 серий началась. И снова там выиграли. Я не боялся. Я знал, что мы выиграли. Было сложное. Ранним утром в Международном аэропорту Ташкента юных чемпионов в сопровождении тренеров и военного оркестра торжественно встретили друзья, поклонники и представители спортивной общественности. Я тренировался там два месяца. Наш тренер нам очень сильно помог. Он лучший. У нас сильная команда. И мы, дай бог, будущее, чтобы еще и еще лучше чемпионом, дай бог, в Сочи побудем. Далее футболистов-чемпионов честовали в столичном доме Мехри Бонлик. Номер 22.